Ну, на самом деле, достойно или нет, это решала ВК Комиссия, я думаю, авторитетная, которая вынесла такое решение. Я полностью доверяю, очевидно, потому что я бы с ним, конечно, женщинам, которые находятся в блокове, сначала по принципу, в какой-то, хотя бы в этом. Но очень, 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 когда я вот этот гость, который уже пригласил. Очень много моих друзей, товарищей, которые работают, служат, разных спортов, гранителенного, принимают все, знакомо, приятно, 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 все поборошее. Все, большое спасибо. И небольшая предистория перед тем, как я приглашу следующего почетного гостя. Друзья, очень многие из вас видели и успели полюбить такие картины нашего отечественного кинематографа, как, например, «Битва со Севастополь». Видели, друзья, эту картину? Видели? Кто видел, поаплодируйте. Как я провел этим летом, потрясающая картина. А у нас во дворе большие деньги, крик совы. Собственно, друзья, у нас сегодня вручить награды нашему очаровательному женщину прибыл специальный гость. Известный по этим и многим другим фильмам российский актер театра «Никино» Сергей Пуски-Паррис. Добро пожаловать на южноуральскую землю и микрофон. Добрый вечер, извините, что я вперед генерала полез. Ладно уж, так, так. Я действительно не скрою, что для меня это очень необычное мероприятие, а сочетающее в себе несочетаемое. Потому что обычно мы привыкли чествовать женщин за их только красоту, только обаяние, только за те женские качества, к которым мы привыкли, к которым мы всегда ждем. Но когда эти женщины надевают на себя поконы, занимаются столь ответственными функциями, которые мы вот сейчас видели, наблюдаем, то это придает им какого-то, я вот сейчас наблюдаю, я имею в своем наблюдении, какую-то особую стать. Какие-то особые качества, что ли, еще раз проявляются, которые существуют в женщинах, в наших мамах, сестрах, женах, подругах боевых и так далее. И для меня это какое-то невероятное наблюдение, и я вам скажу, что только в русском языке есть такое слово «берегиня». Ни в одном языке мира нет такого понятия «берегиня». И только в русском языке вот это сочетание женщины, и в то же время не просто женщины, а вот этой берегине, которая защищает отечество, стоит на страже и рубежей вот этого дома, который не просто связан с чугом, а связан уже с деревней, с городом, со страной. Это, конечно, особое качество наших именно русских женщин, вот этих прекрасных офицеров, которые сейчас здесь стоят, которые у нас вручили, это достойное награды, которые у меня здесь уже были, которые, естественно, я уверен, будут ежегодно здесь появляться и служат целый год, будут знать, что у них есть такая замечательная перспектива еще раз показать свою красоту, продемонстрировать те профессиональные навыки, которыми они обладают. Могу долго говорить, поверьте. Просто пробивая от этого момента. И еще я хочу сказать, что вот тоже название этого мероприятия, название этой премии очень какое-то, знаете, тоже иногда осекает, что щит и меч, все равно щит и меч, вдруг щит и роза. И подумал, что да, роза, она, конечно, красивая, но с шипами. И вот в этом тоже есть какой-то прекрасный образ, который тоже символизирует вот вас, прекрасных офицеров, сотрудниц, которые розы, но с шипами, которые могут, в общем, если надо и так укололочь, что нам не покажется. Я уверен, что это инициатива и ассоциация правоохранительных органов, которая уже давно в столице существует, проходит, выявляя, стимулируя девчонок на то, чтобы как-то вот еще в каких-то таких состояниях побывать. Здесь найдет свой надежный дом, будет проходить ежегодно, радовать мужиков. И, поверьте, не завидуйте мне сейчас. Не завидуйте. Я сам себя завидую, когда там сидят люди, которые награждают. И последнее. Как это завтра на работу, ну все, что здесь говорили для меня, в принципе, звучит как тост. Я хочу обратиться к нашим гостям, участникам церемонии награждения. Обратите внимание, вас трое, а парашем четверо. Я думаю, вы разберетесь. Главное, чтобы никто не остался без награды. Я почему, друзья, аплодисменты. Давайте вручим заслуженные награды героиням сегодняшнего дня. Прошу вас, друзья. Прошу вас, друзья. Награды мужчины. Аплодисменты Бога на память. Друзья, прям чувствуется, сколько радости и гордости в этом зале сегодня. Спасибо всем, кто принял участие в этой церемонии. Самое главное.